Преподаватели, студенты, работники вуза пришли поговорить с новым ректором. В открытую. С учетом скандалов, связанных с ректором предыдущим, любые наши вопросы воспринимались преподавателями почти как провокация. Что-то знаете про конфликты с предыдущим ректором? Ну, конкретно про конфликты нет, ничего такого. У нас цель учить студентов. Мы никак не про конфликты разговариваем. Но о прошлых конфликтах заговорила сама Ирина Шереметьева и начала с основного «Кому учить, если за последние годы под руководством солдана вуз вынужденно покинули именитые профессора?» На сегодня ведутся переговоры со многими профессорами, которые за этот период ушли. Они не потеряли надежды вернуться. Они готовы пополнить нашу армию профессорско-преподавательского состава. От непривычной открытости присутствующие даже опешили. Ушедший ректор не считал нужным встречаться со студентами. Но когда зал осмелел, беседа почти превратилась в рабочее совещание. Мы сейчас у Павла Геннадьевича и спросим. Павла Геннадьевич, собирается эта работа закрываться или она будет развиваться дальше? Уважаемые студенты, никаким образом это не отразится ни на чем. То есть как мы с вами работали, так мы с вами и будем работать. То есть как мы с вами спорт развивали, я думаю, что так мы и будем его развивать. Возможно, впервые за долгие годы студентам-медикам удалось даже развеять слухи, спросив о них у первого лица вуза напрямую. Говорили о строительстве вивария, о возможностях заграничного обучения. Поговорили и о деньгах. Стипендию будут выплачивать, как и раньше. Студентов успокоили, а новый пресс-секретарь вуза разряжал обстановку. Если я когда-нибудь буду играть, кто хочет стать миллионером, мне придется вопрос о цифре. Я возьму свою трубу и вам позову. Это Сергеевна, вы с цифрами дружите, в отличие от монетариев. То, что вы говорите, некая ваша критика, она нами воспринимается не как яд, а как горькое лекарство. А мы с вами медики и понимаем, лекарства всегда необходимы для того, чтобы лечить. Поэтому, скажем так, наш диалог, который начинается сегодня, он станет традиционным. Напомним, Ирина Шереметьева пока занимает пост исполняющего обязанности ректора. Выборы еще впереди. Их дата до сих пор не назначена, но, пожалуй, уже можно сказать, атмосфера подготовки медиков стала здоровее. Андрей Дрееер, Николай Шелко. День с толком.